я не светская львица в первую очередь потому что я человек который делает все на благо детей государства нашего региона моих планах моих целях и мечтах это работа именно на благо государства на благо нашей саратовской области и на благо детям в первую очередь конечно же ну учитывая то что мне всего лишь 20 лет я понимаю что прямо сейчас скакнуть я вряд ли куда-то смогу ходит поэтому я сейчас набираюсь опыта набираю знаний когда вот я так назад оборачиваюсь своих мыслях и вспоминаю когда мне было 19 лет вот была таким человеком а сейчас я не побоюсь этого слова полностью сформированная личность что я считаю что как бы не было это эгоистично я считаю что да и я более интеллектуально напитана и более успешно чем я была в свои 19 лет я начинаю за себя радоваться и понимаю что кумиром для себя являюсь только я сама партию я вступила как только мне исполнилось 18 лет у меня день рождения 5 мая по моему шестого или седьмого я подала заявку прям сразу я думала что больше уклон я сделаю в политическую сферу поэтому решила что времени терять нельзя ни дня и надо прям 6 мая вступить в партию единой россии это вот не лично мое мнение я пока еще не могу понять какая партия является наилучшим лифтом для того чтобы подняться на политическую вершину но мне это подсказали ну и я все-таки партия кпрф не моё партия справедливая россия не моё партия яблоко тоже не особо понимаю идеологию единой россии я больше понимаю принимаю для себя но не на сто процентов все-таки то есть у каждой партии есть же свои минусы я их адекватно понимаю и я понимаю что может быть находясь в этой партии я что-то смогу сделать и что-то исправить и убрать эти минусы искоренить их я очень уважаю политиков особенно нашего саратовского региона потому что это все люди которые максимально вежливые и относятся к тебе ну то есть ко мне когда я соответственно беру интервью как человеку который берет интервью они к симпатичной девушке которая пришла и что-то тут рассказывать про российское движение школьников они ведут себя максимально сдержанно и я за это очень благодарна нашим политикам саратовской области а вот со стороны людей которые мы которых мы сейчас называем диванными критиками в том числе с их стороны конечно вопросы есть и вот этот харассмент как вы сказали он в моей жизни присутствует светской жизни искренне нет у нас да вот у меня день расписан вот практически поминутно поэтому времени на светские мероприятия во первых я на них не была тысячу лет и особо никогда не ходила но вы же любите бывать где-нибудь в ресторанах но это максимум говорят вот в ресторанте флис вас видят вы там бываете ой было честно один раз в жизни вот честно скажу то что про меня пишут очень часто телеграм-каналы девяносто девять процентов это ложь это так обидно слышать когда ты вообще уже не ходишь в сохо а там пишет что ты завсегдатая сухо а что в этом плохого ну были бы вы завсегдаты почему вы так почему так важно вот выглядеть вот правильно и такой девушкой комсомолка что вы потому что я такой на самом деле как бы опять эгоистично это не звучало я такое являюсь а это действительно клевета которую читают другие люди и у которых складывается мнение обо мне не такое какое должно быть и какой я являюсь и тогда возникает вопрос а что она забыла она со школьниками работает и это обидно потому что ты реально работаешь со школьниками делаешь мероприятия делаешь все во благо а про тебя пишут такой бред вы живут когда в инстаграме выкладываете посты про общественное движение школьников уже не школьников выкладываете извините а себя но у нас сейчас период пандемии к сожалению поэтому школьников я выложить не могу мы иногда с коллегами можем сходить в ресторан школьное кафе поесть пирожных проверить организации школьного питания можем сходить в ресторан узбечку на предмостовой ну так по пятницам и учитывая то что еще из нас никто и не пьет поэтому мы просто ужинаем да я еще и да даже шампанским вас не угостишь нет но это прям здоровый образ да да ну ну это тоже связано с тем что занятость большая зачем нам похмелье на следующий день поэтому нас никто особо не пьет мы когда и куда-то ходим это чисто с целью того чтобы отвлечься и все это раз в неделю по пятнице вашему инстаграму складывается такое впечатление что вот у вас много есть у вас какая-то дорогая недвижимость у машина какая-то наряды какие-то я увлекаюсь автомобилями у меня есть такое хобби я очень люблю автомобили и самолеты я это выставляю не ради как сейчас говорят ради понта да что показать что у меня есть такой автомобиль мне это действительно нравится мне нравятся значки у этих машин мне нравится фары мне нравится как они выглядят это больше для меня эстетика нежели понт неужели можно живя в россии всего этого достичь самой 20 годам можно можно работая очень много это здесь очень много зарабатывает зарабатывали когда ласкcussion занималась бизнесом до было такая возможность как же вы успевали вы говорите я вы тут чуть-чуть поработала ушла тут работал ушла там вот даже не успели на как-то укоренится каком-то бизнесе как можно успеть заработать но знаете строительство у не строительство ремонтом я занимался где-то на протяжении пару полутора лет ответственно тогда я уже начала зарабатывать потом я немножечко отпустила этот бизнес а детское образование вот если вам не совру где-то на протяжении года длилась это было доходно да да это доходно кто-то все-таки за вами стоит кто-то вам помогает ну я например между ничего плохого сказать что например у меня там родители которые вот мне все дали родители у меня там бойфренд который мне помогает мне кажется это нормально знаете было бы счастлива если так было бы честно рада бойфренда который за мной стоит тоже к сожалению нет я была бы рада в это поверьте аж как не врут телеграм-каналы но все равно в это сложно поверить право что вот нет у вас никакого щедрого покровителя который бы вам может совершенно искренне бы как-то в жизни вот помогал но я в этом честно ничего зазорного не вижу когда есть отношения между мужчиной женщиной мужчина женщине помогает вот ими но к сожалению у меня такого нет что вот это же личные отношения личные отношения они выстраиваются на какой-то влюбленности эмоциях и купить по крайней мере меня честно нельзя вообще а что надо чтобы заслужить вашу симпатию ваше расположение но если мы говорим каким надо быть надо быть настоящим мужчиной это что это мужество это интеллект это умение брать на себя ответственность это когда я говорю что у меня есть какая-то проблема а он мне говорит не иди сама решай а он говорит я все решу не переживай и вот такому мужчине захочется довериться а вот тому что сейчас у нас происходит в основном да ну как-то на это смотришь и думаешь лучше уж одна попаду чем вот во что-то такое буду вступать вы пошли в по сми и рассказали о коррупционном эпизоде как вы на это решились и почему у меня очень сильно волнует помимо пандемии да и каких-то глобальных проблем это коррупция которую на саратовском регионе есть понятно же что вы переходите дорогу каким-то там серьезным мужчинам достаточно я не думала что это будет так страшно как было после того как я сообщила о коррупционном преступлении не думали а что вы думали что вам я думаю за это дату нет ну конечно конфетку мне никто не даст я понимала что будут какие-то вопросы ко мне собственно они и были но было очень много моментов которые я не могу озвучить которые угрожали не только моей жизни но и жизни еще и людей которые были со мной рядом я из дома не выходила две или три недели мне было страшно выходить я запиралась на все замки абсолютно которые были у меня в квартире я не спала практически несколько дней первых благодаря тем ситуациям которые произошли на следующий день после выхода этой статьи то я честно не думала что мы живем в девяностых и мы можем себе позволить вот такой вот проворачивать 2020 году я сообщила конечно о том что произошло но никакой реакции не последовало от правоохранительных органов да в том числе никто не прибежал вас защищать нет но зато теперь во-первых саратовский регион открыл для себя информационный портал по сми я понимаю что он и до этого был открыт но теперь наблюдая за тем что происходит в по сми там чаще и чаще упоминается саратовская область да да и вас многие узнали ваше имя благодаря как раз не движению школьников а как раз благодаря по сми тоже ну знаете это не было ради хайпа как вот это вот сейчас называется ради популярности нет я очень надеюсь что наша политика как-то изменится и чуть-чуть повернется в сторону борьбы с коррупцией я на это очень надеюсь вы знаете что вас после этого стали называть такой саратской настей рыбкой вы знаете настю рыбку конечно да я знаю про все эти ситуации ну абсолютно ужасно не нравится да конечно видно ужасно обидно ужасно обидно насти рыбка по-саратовске ну я не вижу никакой причины меня так называть я делаю все во благо вашим детям во благо нашему региону и вы еще про меня такие вещи пишут она же троллит она говорит что я экспериментирую на состоятельных мужчинах ради того чтобы расколбасить публику если вот посмотреть вот по ходу по сми вы же тоже расколбасили в общем грубо говоря серьезных мужчин как и она почему такая параллель возникла вот этим серьезным мужчинам стало как плохо дзангиеву пришлось потом уволиться уже знаете об этом да конечно уволиться потом он подал в суд чем закончился этот суд ничем он ничем играл суд есть осознать конечно судьбу его проиграл да круто потому что там же был иск на 10 миллионов я буду да он оценивал свое моральное состояние ухудшение своего морального состояния тоже на бессонницу жаловался как и вы да 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 уже не спал но я-то не жалуюсь и в 10 миллионов не оцениваю свою бессонницу да он и вот оценил я же ничего такого не сделала в том плане что плохого противозаконного клевета нет у нас просто люди боятся об этом заявлять я бы на их месте пережив такую ситуацию которую я пережила тоже бы боялась вот некоторые абсолютно уверенно что это не ваша гражданская позиция что за этим кто-то стоит что вас попросили что это вот такая организованная акция кому-то для чего-то нужное но это абсолютно мнение людей если есть какие-то доказательства на эту тему я готова на них посмотреть на эти доказательства и лично обсудить это с этими людьми почему они так думают и кто за мной стоит я была готова пройти полиграф потому что это действительно правда а предложили сначала двум фигурантам данного дела мужчинам которые отказались а я сказала ну раз они отказались я слежу за всеми новостями то есть это и с rbc это и взгляд инфо это и все возьму все возможные телеграм-каналы которые только есть саратове и на все подписано каждое утро читаю думаю господи хоть бы про меня мне написали поэтому я достаточно политизированный человек который следит за той ситуации которая происходит у нас в регионе ну сейчас у нас арест прокурора я с андреем пригаром лично незнакома и как правило то что пишут в телеграм-каналах как мы уже поняли 50 процентов правда 50 процентов ложь и я не могу быть уверена насколько правдивую информацию там пишут напишут не только телеграм-каналы сейчас сейчас и сми да да дело на 30 миллионов но я честно лично не знакома с этой ситуации я этого не видела и с андреем пригаром я лично тоже незнакома поэтому как-то комментировать как я к этому отношусь я не могу а может быть там абсолютно неправду пишут а может правду может и провокация я человек который к нему не близок абсолютно я его даже не знаю знаете вот я патриотически настроена и мне это нравится очень то есть желание переезжать в лондон в чехию да там швейцарию где у нас в основном ребята учатся у меня абсолютно нет у нас и у нас это где у нас но саратовский в том числе да у меня не знакомы но есть несколько знакомых которые в швейцарии есть знакомые которые в чехии сейчас учатся и они вас не зовут они говорят слушают что сидишь то в своем саратове это для того чтобы переехать другую страну и получить там образование до в университете ты же еще должен целый год прожить там проходить на специальные курсы чтобы выучить язык и подготовиться к получению образования прекрасно интересно но в том числе для меня это потяну не то что потери времени я очень свое время жалею и я в свои 20 лет я себя воспринимаю не то что мне еще 20 лет а мне уже 20 лет как бы это странно не выглядело да и мне уже время поджимает да не знаю вот почему то вот такой вот у меня к этому отношения поэтому все таки то что я буду жить в российской федерации это сто процентов так а почему в москву не уезжаете если вы такая активная успешная вы что собираетесь тут прям вот поднять край свой родной это что любовь к малой родине пока я что-то здесь не поменяю пока к нам перед не перестанет быть такое отношение как провинции как какому-то ужасу до того момента я отсюда не уеду